МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Новым Годом и Рождеством, дорогие телезрители! Я очень рада провести первый эфир нашей передачи в 2020 году. Новый год – это всегда новое начало, новые цели и новые планы. А как же сделать так, чтобы все это у нас сбылось? Сегодня мы с вами будем об этом говорить. С вами передача «Город женщин» и я, Сарглана Амосова. Давайте начнем! Говорят, чтобы все сбылось, все начинается с нашей головы. Как же правильно настроиться, как же правильно собрать свои мысли, нам подскажут наши первые гости. Егорова Матрена, заведующая отделом психологической коррекции и развития личности, Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, Матрена Саровацкая и Иванова Татьяна. Они у нас психологи. Здравствуйте, девушки! Поздравляю вас с Новым Годом! Спасибо вам! И первое, что я хочу узнать. Вот раньше мы жили и жили, да? И вот сейчас, особенно стало актуально, вот ставить себе цели, чего-то добиваться, да? Вот как вы думаете, почему появилась такая тенденция? Ну, давайте отвечу я, наверное. Ну, скорее всего, в современном мире есть большая конкуренция. Все имеют высшее образование, все стремятся к каким-то новшествам, да? И поэтому ставить цели нынче модно. Нынче модно. А как правильно поставить цели? Вот. С чего начать, да? Чтобы она была реалистичной, реально, чтобы мы достигли? Ну, мне кажется, цели должны иметь какие-то сроки. То есть срок, да, определенный, да? Начиная, например, через три месяца, что я должна добиться, например, через год, что я должна добиться. То есть, чтобы я видела, чтобы мне было легко как-то вот. А цели могут еще длительную, на пять лет, на десять лет. То есть от желания человека, что, насколько это реалистично, можно сказать. Ну, вот говорят же, там, поставь цель себе, да? Ну, вот кажется, что это так просто. Ну, вот даже вот мне, да, именно поставить цель, это вот все равно какой-то такой процесс, какой-то такой внутренний, глубокий, да? С чего надо начинать? Может, у вас какие-то есть инструменты, да? Какая-то подсказка. Ну, изначально как бы надо ставить цели именно в положительном ключе, да? И давайте продемонстрируем на вас прямо. Давайте. Классно. Сейчас я вам предложу такой инструментарий из сферы коучинга, да? Разделим, получается, на две части. С этой стороны напишем ситуацию с положительным исходом. Вот вам сейчас необходимо будет придумать или вспомнить, да, те ситуации, которые были... Вот вы поставили себе какую-то задачу, цель, либо мечту, и она реально сбылась с положительным исходом. Три ситуации с этой стороны. Так-то сразу и... Три ситуации с менее успешным исходом с этой стороны. Угу. И которые, возможно, остались такие не сбывшимися. Да. Телезрители, возьмите тоже сейчас листочек и ручку, попробуйте с нами это повторить. Так, три ситуации с хорошим исходом, да? Ну, я захотела, поставила себе цель и получила права за два месяца. Отлично. Да, я думаю, это хороший пример. Угу. Так, потом я... Так. Ну... Захотела, чтобы мой ребенок танцевал. Ага. Она танцует и добивается определенных успехов. Я считаю, что это хорошее достижение. Что такое ребенок танцевал. Угу. Отлично. Так. И последнее. И последнее. Я... Ну, я очень люблю уют. Да. Мне кажется, что дом это такое место, когда должен человек приходить, отдыхать. И я поставила себе цель сделать ремонт, я его сделала. Ух ты. Здорово. Ремонт. Есть с этой статистикой, подумаем. В 2019 году я себе поставила цель учить английский. Угу. Я походила месяц, но потом все как-то очень навалилось, и так и мой английский застопорился. И мне, конечно, ну, эта ситуация, ну, она меня не радует. Угу. Либо какие-то простые вещи какие-то тоже, может быть, там, из детства можете взять. Из детства, да? Угу. Что-то вот хотели, стояла какая-то задача, но она таки осталась незавершенной, может быть. Либо все-таки она свершилась, но не так, как вы хотели. Ну, вот как раз-таки я себе хоть могу какие-то цели ставить, да, но они всегда сбываются. Ну, ну, из детства я так прямо... Ну, допустим, я хотела в детстве научиться рисовать. Угу. Да, но сейчас я рисую на уровне своего шестилетнего сына, да, ну, вот, допустим, да, и не умею рисовать. Хорошо. И, кстати, я вспомнила, когда я была подростком, я очень хотела научиться играть на гитаре. Угу. Но, к сожалению, до сих пор я так и не умею играть на гитаре. Угу. Отлично. Мы теперь заполнили, получается, нашу таблицу. Сейчас нам необходимо вот представить, да, тот момент, когда вы ставили себе такую задачу. Ага. И вот фокус внимания куда был обращен? А когда я хотела получить права, я представляла, что... Да. Результат не по проблему? Нет, я представляла, что у меня такая большая красивая белая машина, и я сижу такая красивая за рулев. Угу. И это мне очень так понравилось. То есть вы уже предвинили успешный исход. Да. Результат. Да, я видела, как я рассекаю по улицам города, и... Тогда отмечаем скобочках букву «Р», потому что фокус внимания был обращен как на результат. Результат. Хорошо. Далее, чтобы ребенок танцевал. Ну, я представляла, что она такая вся красивая, с медалью, стоит на пьедестале, может, в руке кубок. Тоже вот вызывала приятно. Визуализировали, да? Представляли, отлично. Угу. И ремонт. Ой, ремонт. Я прямо представляла, как сижу такая на диване с пледиком, да, и прямо в руке у меня чай, и там гирлянда, и все вот так, да. Тоже очень приятные эмоции. Угу. Отлично. И с этой стороны давайте рассмотрим выучить английский язык. Как бы, вот фокус внимания куда был обращен, как на проблему. Нет, фокус внимания был обращен, наверное, на зубрюшку? Нет. Тут внимание либо на результат, то, что вы видели окончательный результат, как вы отлично говорите на английском, свободно, да. То, что вы мыслите даже на английском, свободно, без раздумий разговариваете. Это себе представляло учебный класс. Либо вы утяжеляли, что это очень сложно. Ну да, я до сих пор думаю, что это очень сложно. То есть фокус внимания тогда, куда был обращен, на проблему или как на результат? На проблему, да. Скорее всего, на проблему, да? Так, следующее. Научиться рисовать. Также фокус внимания. Ну я сразу думала, у меня руки растут не оттуда. Там нужно быть талантливым, даже то же самое. То есть как-то тяжело вам давалось, да? Да. Рисование. Тогда отмечаем как проблему или как на результат? То, что вы думали все-таки и верили в то, что скорее всего... Ну я себе никогда не представляла, что я стою там в галерее, у меня своя персональная выставка. Так я себе это, конечно, не представляла. Тогда сделайте выбор, проблема либо... Ну это проблема, да. Так, и гитара? Ну гитары, знаете, я вот очень люблю, когда такая атмосфера, когда там немножко так темно, костер, да, и вот эта гитара. Но тут я думаю, я больше видела результат. Результат. Да, но почему-то именно вот процесс не пошел, то, что именно обучение. Хорошо. Итак, теперь посмотрим в разрезе, да? С положительной стороны мы отмечаем, что фокус внимания был обращен как на результат. С этой стороны большинство у нас как на проблему, да? О чем это говорит? О том, что на самом деле все вот эти шесть пунктов, они были вполне реальны. Да, они могли воплотиться в жизнь. Просто фокус внимания нам нужно было обратить на результат, верить. Вот о чем, да, с чего я хочу, ну как бы, свести, то, что нужно ставить цели именно в положительном ключе, верить в их исполнение. Ага, то есть визуализировать позитивный, хороший исход, да, и видеть результат. Да. И это подает нам силы, да? Да, да. Отлично. И еще один момент, обязательно должен быть временной отрезок. Временной. Временной отрезок, то есть вот права, да, когда вы поставили себе задачу, да, он должен иметь сроки. Ну вот права у меня прямо, я ставила себе сроки, то, что именно вот два месяца я не буду это тянуть, и прямо вот это вот так все удалось сразу, срок, да, действительно. Когда вы ставите конкретное время, сроки, и в положительном ключе формулируете свою цель, задачу, либо мечту, она вполне реальна. То есть все в наших руках. Да, хорошо. Так, и еще вот интересно, да, вот, например, говорить на английском, я же это могу назвать мечтой, да, и вот у меня тоже появляется такая мысль, да, а чем же отличается мечта от цели? Ну, давайте я отвечу. Во-первых, да, я считаю, что мечта и цель – это два взаимосвязанных понятия, да, во-первых, потому что без мечты не может быть и цель. Обычно, когда человек мечтает, он, вытекая оттуда, может поставить себе конкретную цель. Цели, они бывают разные, долгосрочные, краткосрочные, они имеют конкретные временные рамки, когда как мечта, она может быть, ну, скажем, недостижимой, нереалистичной. Допустим, вспомните себя в детстве, да, ну, любой, кто, полететь в космос, стать космонавтом там или еще что-либо, да, или, возможно, мечты могут быть такие – купить виллу. Это весьма такая достижимая мечта, да, но такая времезатратная. Благодаря целям еще человек, он ставит себе приоритеты, да, он может поставить, допустим, подумать над тем, что от чего я могу отказаться ради вот этой определенной цели. Не разбирать, да, не распыляясь, да. А вот мы вот все копаемся в нас, взрослых, да, прямо там думаем, что нам, как делать, но мы же самое главное сейчас должны уделить внимание именно вот детям, научить их мечтать, правильно ставить цели. А вот как с детьми это вот, ну, как с детьми это прорабатывать? Ну, мне кажется, ребенок видит это в родителях, то есть мама должна и отец должен все время говорить, ну, говорить часто, да, я мечтаю. Например, я хочу вот такие вот слов, чтобы побольше было, чтобы ребенка такие, это уже программирование, мне кажется, идет. Почему? Потому что ребенок будет говорить, что моя мама, значит, счастлива, мой отец счастлив, потому что они мечтают. Дети же с малых лет, какие у них качества растут, да, я хочу, например, я могу, я должен. То есть есть определенное время, да, как нейропсихолог могу сказать, да, что до какого-то, до четырех лет у ребенка развивается я хочу, а я хочу отвечает за мечту. Если ребенку позволялось, да, что-то в этот период, да, ребенок видел у родителей, ну, как, целестремленность, мотивация к жизни, да, дошкольном периоде, можно сказать, тогда ребенка будет, да, я хочу. Если нет у них, у родителей такого мотивации, конечно, у ребенка не будет мотивации. Опять же, опять же, золотое правило, то, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя, да, опять же. Да, да, да. А еще сейчас же очень модно, да, вот то, что вот на социальной сети, у нас такое, ну, все быстро развивается, у нас интернет, да, мы вот видим, как люди чего-то достигают, там, у них там шикарные машины, бизнес, и все, вот, и нам кажется, что и нам этого всего надо, да. А как понять, что это не навязанная цель, а именно моя истинная, вот, как суметь это отличить? Есть различные техники по постановке ценностей, да, порой бывает то, что иногда, когда человек торопится, да, либо, возможно, вот, как вы упомянули, то, что лживые какие-то навязанные, возможно, да, цели, для этого вот нужно поставить приоритеты. Есть, опять же, такая техника, которую, ну, можно было бы продемонстрировать, которая имеет вот 10 пунктов. Хотите? Давайте. Давайте. Классно? Так, мне очень нравится, когда мы вот именно показываем на примере, да, чтобы и сразу можно было взять и повторить. Ну, в идеале, как бы, нужно были 10 карточек, да, но давайте сейчас вот прямо на доске нарисуем. Нам нужно будет проранжировать 8 карточек. Давайте, например, давайте 4 сделаем, да? Да, давайте. Ага, вырезаем маленькие какие-то вот такие карточки, где пишем ценности либо цели, да, вот какие 4. Ну, я правильно поняла то, что, вот, допустим, семья. Да. Ага. Давайте напишем семья. Любимое дело. Дело. Хобби. Любимое дело. Хобби. Так, ну, и здоровье, например. И здоровье. Так, и теперь нам нужно проранжировать, что важнее, что первостепеннее для вас. Для меня первостепение – это семья, потом здоровье. Два. Ну, хобби, наверное, и уже дело. Три и четыре, да? Угу. Так, давайте быстренько напишу. Ага. Семья. Вы уже ставите вот как в этом порядке, да? Да. Здоровье, хобби. Угу. И дело. Так, сейчас я задаю вам такой вопрос, да? Готовы ли вы отказаться от здоровья ради семьи? То есть семья будет, а здоровья нет? Какой сложный вопрос. Нужно ответить да или нет? Отказаться от здоровья ради семьи. Готовы ли вы отказаться от здоровья ради семьи? Ну, ради семьи, да. Да. Если ответ да, то мы оставляем карточки на месте, да? Далее. Готовы ли вы отказаться от хобби ради здоровья? Да. Да, остается. И готовы ли вы отказаться от дела ради хобби? Хобби будет, а дела нет? Ну, нет, наверное. Скорее всего, нет. Вот если ответ нет, тогда меняем местами дело и хобби и так далее. То есть, видите, у нас расклад чуть-чуть поменялся, да? И сейчас мы видим именно истинные. Истинные. Истинные наши ценности, да? И вот ради вот частоты эксперимента можно написать где-то 10, 15, допустим, дел либо ценностей. И эта техника такая универсальная, можно, допустим, за месяц, да, свои дела раскидать, либо вот цели. Прям очень мне это полезно было, вот эта именно техника, да? Но еще мне, я не могу не спросить у вас, да, потому что когда вот мы что-то вот хотим сделать, мы такие на первом запале такие, да, я сделаю, там вот прямо мы готовы. А потом не наступает немножечко лень. Вот как же переодолеть лень? Ну, мне кажется, лень это надо смотреть с нескольких сторон. Это может быть физиологическое состояние человека, ну, здоровье, да, что-то болит у человека, из-за этого у него нет мотивации, скажем. Это может неумение организовать у себя время, например, он через чур отдает себе. И на работе, да, себя, и в семье, да, и детям, например, да, а к себе именно вот нету времени, ну, можно так сказать еще. И психологическое, ну, может, психологическое тоже может быть. Или, например, как нейропсихолог, например, я вижу, что мозговая деятельность и нейроны работают только в одном направлении. Он не любит выходить, как сейчас говорят модно, из зоны комфорта. И страх, страх. Ну, вообще, страх у человека должен быть, да, то есть как-то он человека немножко, да, движет, можно сказать, да. Может быть, из-за этого тоже. Да. То есть комплексно я вижу, например. Вот тут наше вот время, к сожалению, заканчивается. Мне бы хотелось, чтобы вы, как специалисты, дали советы нашим телезрителям, да, как ставить цели, с чего начать Новый год и как достичь всех планов. Ну, я бы пожелала зрителям быть энтузиастами, быть немножко детьми и прям составить список дел, которые вы откладывали на потом, встреча подружек, там, завести какое-то дело, какое-то начать дело, да. Вот все, что вы хотели, сделайте и прям воплощайте в реальность. Живите здесь и сейчас. Мне хотелось бы пожелать, чтобы научились люди отделять цели, это твои личные, или, возможно, они деловые, а, возможно, они общие семейные, супругам, или, возможно, это цели, связанные с детьми, чтобы они у них были ранжированы. Отлично. Ну, я желаю, конечно, чтобы во первом месте стояла эта мечта, из этого уже исходить, чтобы реалистичная мечта была, чтобы это вам вдохновило на именно я хочу, в чем я хочу, что я хочу. Ну, большое вам спасибо за интересные техники, за интересные беседы. Я думаю, нашим телезрителям, да и мне самой это было очень полезно. Желаю вам в Новом году успехов, процветания и пусть счастливых людей, да, таких обращений, да, чтобы люди к вам приходили не с какими-то проблемами, а именно вот как ставить цели вот с такими запросами было гораздо больше. Большое спасибо. Спасибо. Благодарю. Все мы знаем, что Новый год наступает в ночь с 31 декабря по 1 января. Но если верить восточному календарю, у нас на дворе до сих пор 2019 год. И поговорить об этом я хочу сейчас пригласить многодетную маму Анастасию Петрову. Анастасия, проходите в студию. Она у нас увлекается восточной астрологией Бадзи и поделится сейчас тем, как же нам встретить китайский Новый год. Анастасия, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Получается, я увлекаюсь китайской астрологией, поэтому люблю Китай. Вообще, хотела бы рассказать, с чего я вообще начала увлекаться китайской астрологией. Несколько лет назад я просмотрела сериал «Китайская императрица». Китайская императрица. Да, я вообще не из тех, кто просматривает сериалы, но тогда этот сериал, не знаю, просто сам высветился и открылся, и я начала его смотреть. И после этого я зауважала китайские традиции, философии и все тому подобное. И вот спустя несколько месяцев, когда я работала тоже за компьютером, случайно высветилась реклама с этой китайской астрологией. И я тогда вообще понятия не имела про это, да, то, что существует такая астрология басцы, просто кликнула, начала читать, увлеклась, всю ночь не могла спать. Пришла на работу и начала рассказывать своим коллегам, и они тоже очень заинтересовались, сразу начали у меня расспрашивать, кто я, кто я, да. И с этого все началось. Вот. И как мы знаем, китайский Новый год, он начинается примерно с февраля. В этом году он начинается с 25 января. Да. И каждый год у китайцев Новый год начинается в разные дни. То это 4 февраля, то это 25 января, да, это зависит от Луны. То есть китайцы празднуют Новый год на 2-е новолуние после зимнего солнцестояния. Вот. И этот праздник, ну, у нас, например, Новый год это праздник зимы же, да, зима, елка, снег и все тому подобное. Для китайцев Новый год это праздник весны, то есть если январь для них последний месяц, и январь это месяц быка, а бык он сам такой грозный, да, то есть январь это месяц пика зимы, когда очень-очень холодно, и все живые существа начинают прятаться, получается, да, то есть все замирает, все завершается. А февраль это первый месяц, да, и это месяц весны. Ну, у них же не такой февраль, как у нас, да, то есть в феврале у них начинает все пробуждение, все раскрывается, все просыпается, и они вот празднуют встречу весны для того, чтобы год был плодотворный, хороший и все тому подобное. А как вот надо вот тоже наготовить оливье, да, мясо по-французски, и тоже съесть за стол или как-то по-другому его надо встречать? Конечно, мы не, китайцы вообще целых две недели празднуют Новый год, мы, конечно, таким образом не будем праздновать так пышно, да, но первый день можно как-то отпраздновать, 25 число. Ну, тоже можно просто устроить какое-нибудь небольшое чаепитие, да, для того, чтобы уважить приходящее животное, то есть крыса, уважить крысу, да, и вот первый день как они празднуют? Вот, в первый день китайцы стреляют салюты, вот, то есть они издают много шума, гамма, для того, чтобы отпугнуть злых духов, вот, и насколько сильно ты их отпугнешь, настолько они трогать тебя не будут весь год, получается. Вот, и после того, как мы издали много шума, гамма, веселья, звуков, криков, да, вечером они вот, ну, устраивают чаепитие и обряд предкопоклонения. Ну, то есть можно пригласить родителей, бабушек, дедушек и уважить их, подарить им подарки и все тому подобное. А все остальные дни они празднуют, ну, то есть ходят по соседям, по друзьям, ну, и всякие там ритуалы проводят. А тоже отмечают в полночь, да? Или просто вот вечер у них так? Ну, весь день, с утра уже начинается, то есть днем они вот это вот все делают, а вечером вот с предками празднуют, вот. Вот, и, ну, и в полночь тоже, конечно, празднуют. И я еще хотела сказать насчет крысы, почему очень важно встретить 2020 год по китайским традициям именно в этом году, потому что это год крыса. А крыса это первое животное в астрологии, то есть мы знаем то, что существует 12 животных, и они стоят в четком порядке. Вот крыса это животное номер один, свинка это животное номер 12, то есть в год свиньи все астрологи рекомендовали все свои дела завершать. А в год крысы, получается, нужно что-то наоборот начинать. То есть мы запускаем таким образом новый 12-летний цикл, да? Есть же такое выражение, как встретишь Новый год, так его проведешь. То есть как проведешь год крысы, так и проведешь этот цикл. Последующие 12 лет, да? Вот, ну вот как-то так. Да. А как ваша семья к этому относится? Вот они, наверное, радуются, что у них дважды Новый год происходит? Ну, конечно, лишний праздник это всегда прекрасно, особенно для детей, вот. Ну и вообще вот обряды этих предкопоклонений и все тому подобное, это очень интересная тема. И моя семья очень хорошо относится к моему увлечению, это же мое хобби получается, астрология, да. Вначале, конечно, скептически относились, а сейчас очень даже радуются этому, потому что это очень помогает нам в жизни, да, например, ну вот насчет припланирования, да, например, планирование поездки куда-то. То есть я выбираю там месяцы или периоды наименее травмоопасные, например, чтобы путешествие прошло очень мягко, классно и без всяких проблем, да. Или родственники обращаются ко мне обычно, как, подобрать дату свадьбы и все такие моменты, очень интересно. А мне интересно, ритуалы какие-нибудь волшебные есть? Что нужно сделать такого волшебного 25 января? Да, вот. 25 января получается это новолуние, и с 26 уже начнется вот первый, второй, третий дни, да, луны получается. И вот как раз 25 просто празднуем, да, там эти салюты устраиваем, все тому подобные праздники. А с 26 уже, когда луна начнет расти, можно проводить все ритуалы на исполнение желаний. Ну, например, там, карту желаний можно сделать, блокнот желаний, да, можно заполнить. Да, и давайте мы вот скажем такой момент для зрителей, ну, это что очень важно, когда вы пишете желание, вы должны писать не я хочу там новую, там, например, не знаю, шубу, да, а у меня есть новая шуба. То есть как будто желание уже сбылось тогда? Да? Да. Тогда получается, что уже вот она точно сбудется. Да. Вот. Ну, то есть если мы запишем то, что мы хотим, ну, заработать на новую машину, мы будем все время только зарабатывать, а если мы напишем то, что мы уже имеем новую машину, например, она у нас появится намного быстрее. Да, а еще, кстати, говорят то, что не надо писать не, да, я хочу не болеть, так писать тоже нельзя, потому что, ну, вот не, это вообще вот нету, да, потому что мы сами себе пожелаем, ну, пожелаем болеть, да, потому что вселенная, как говорится, не воспринимает частицу не, поэтому пишем, я здорова, да, вот тоже такие моменты есть. А вот я знаю, еще апельсины вы мне рассказывали. Да, есть прекрасный ритуал, ой, как раз его и 25-го нужно делать, да, то есть вкатывание апельсинов называется. Ритуал называется 108 апельсинов, и нужно, ну, как вы понимаете, купить 108 апельсинов и вкатать их в дом прямо с порога. И каждый раз, когда мы вот берем апельсин и вкатываем домой, да, мы должны, ну, загадывать желание. Вот, и так как 108 апельсинов это очень много, лучше подключить всю семью и детей, и родителей, и все тому подобное, чтобы каждый человек загадал себе желание. Вот, я такое проводила, кстати, у себя пару лет назад, и это очень нравится детям. И потом вот эти апельсины, они должны полежать, там, день-два дома, а потом их можно же, вот, когда мы идем в гости, их можно дарить. Да. Да, это вот очень, я даже в тот год купила себе соковыжималку, чтобы все вот эти вот апельсины не испортились. Да. Вот 108 апельсинов, это примерно коробочка же, да? Да, это примерно коробочка, ну, и вообще, почему именно 108, да, то есть для буддистов это очень такое сакральное, волшебное число. Поэтому даже вот эти четкие, да, есть же четкие, которые мантры читают, их тоже вот бусин 108 штук. То есть они молитвы свои читают, ну, 108 раз, поэтому вот это вот число 108, оно очень магическое, сакральное. И вот, я еще один момент такой хочу сказать, то есть не каждый сможет позволить себе 108 апельсинов, это дороговато, поэтому можно вкатить либо 9, либо 36 штук. Ну, 9, 36, очень такие доступные, да, цифры, да. Ну вот, Анастасия, большое вам спасибо за такую ценную информацию. И, ну вот, пару слов, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Конечно же, желаю процветания, успеха. И мечтайте, правильно мечтайте, и прислушивайтесь к себе, потому что, ну, вот эта астрология, она мне помогла, как, осознавать, чего я именно хочу. Потому что многие желания наши, они навязаны. Ну вот, все начинается с нас самих, а далее будет короткая реклама, оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие телезрители, вы смотрите передачу «Город женщин». А сейчас я хочу рассказать о своей такой приятной привычке, когда мне нечего делать. Я люблю просматривать авиабилеты, да, какие-то интересные направления, маршруты составлять. И я люблю путешествовать, и думаю, я не одна такая. И путешествие действительно очень полезное. И далее в сюжете мы узнаем, почему. Путешествие – это удивительное событие, которое меняет нашу жизнь. Почему же это происходит? Мы решили разобраться и нашли несколько причин. Пусть и говорят, что смена мест не поможет изменить себя, но мы в это категорически не верим. Первое. Психологи утверждают, что любое путешествие в интересные и красивые места нашей планеты благотворно влияет на психическое и эмоциональное здоровье человека. Иными словами, мы становимся немного счастливее. Второе. На расстоянии происходит переоценка своей обычной жизни. Мы видим все происходящее с нами со стороны, и лучше можем проанализировать свои поступки. Учимся ценить отношения с другими людьми, а также обзаводимся новыми друзьями. Третье. В путешествиях легче всего получить положительные эмоции, а также воспоминания на всю жизнь. Еще можно добавить в свою галерею еще больше фотокарточек, которые в рабочие будни будут греть душу и помогут лучше достигать новых высот. Четвертое. Когда мы узнаем новые страны, то мы лучше узнаем в первую очередь себя, попадая в непривычную обстановку и сталкиваясь с чем-то удивительным. Каждый изучает свою реакцию, открывая для себя интересные вкусы и места, расширяя свой кругозор и меняя свое мировоззрение. Пятое. Если вы отправитесь в страну, где нет Wi-Fi или вовсе нет интернета, то сможете научиться лучше ценить время, которое происходит здесь и сейчас. Согласитесь, у огромного количества людей существует такая проблема, как онлайн-зависимость, с которой помогут побороться прекрасные пейзажи. Действительно, как можно сидеть, уткнувшись в телефон, когда такая красота вокруг? В путешествиях огромное количество плюсов. Если хотите начать новую жизнь, то смелее собирайте чемодан и уезжайте. Но только совсем ненадолго. Ведь, как говорится, в гостях хорошо, а дома еще лучше. Недавно в инстаграме я нашла аккаунт одной замечательной мамы и очень удивилась, как же она все успевает. У нее пятеро детей, также она ведет очень активный образ жизни. И мне сразу захотелось вас с ней познакомить, и я ее хочу пригласить в студию. Встречайте, Ирина Камионко, многодетная мама и ее дочка Элина. Девочки, здравствуйте. С Новым годом. Здравствуйте, с Новым годом вас. Вы прекрасно выглядите. Вот я хочу рассказать нашим телезрителям, что вы стали мамой в пятый раз в ноябре. Да. Поздравляю вас. Нам почти два месяца. Спасибо большое. Ну, вам, наверное, все задают этот вопрос. Как же вы стараетесь, успеваете, вот все. Да, это на самом деле самый актуальный вопрос. Всегда. Да. Ну, наверное, главный секрет этого всего – это поддержка семьи. Поддержка семьи, ну и планирование немаловажно на самом деле в таком ритме, чтобы успеть и уделить время семье, и детям, и своему какому-то любимому делу, увлечению. У меня их много на самом деле, поэтому времени нужно очень много. Но, как и обычный человек, у меня его 24 часа в сутки, поэтому планирование сегодня будет актуально. Сегодня вот мы говорим, да, то, что у нас вот постановка целей, да, как реализовать планы. Вот я думаю, мамам будет очень интересно узнать ваши секреты планирования. Мои секреты планирования… На самом деле, вообще скажу, что планированием я начала, ну как, не увлекаться, а начала планировать совсем недавно, можно сказать, когда я начала понимать, что катастрофически не хватает времени. Вот, и с чего, значит, начала это? Завела ежедневник, даже не ежедневник, а в электронном варианте у меня приложение в телефоне. То есть до этого я пробовала ежедневники в письменном варианте, да, мне ничего не подходило, не работало ничего. Вот, то есть мне очень кажется, что очень важно найти именно тот формат, который тебе подходит и удобен, удобен и интересен. Вот, поэтому я такое нашла, записываю планы на предстоящий день, на неделю, стараюсь все фиксировать, все записывать, чтобы ничего не забыть. Особенно, когда много детей, у каждого свои тоже увлечения, хобби и кружки, да. В суете бывает такое, что можно забыть, поэтому планировать… Вот Элина, это… Она старшая сестра. Нет, это средняя дочка. Это средняя дочка. Да. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Ну, у меня есть любимый муж, у меня сын старший, потом три дочки и маленький малыш, тоже мальчик. Да, и они у вас школьники? Два школьника, да, два возраста сосадовские и один вот грудной малыш. А чем вы вот… Мне очень понравилось, что вы всегда находите время для себя, да. Какие у вас есть увлечения? Я очень люблю развиваться, это, наверное, мое самое главное увлечение – развиваться многосторонне, и поэтому увлекаюсь множественными вещами на самом деле. Поэтому, соответственно, времени надо много на это. Так что, хотела сказать, и у меня из головы вылетело. В общем, да, многосторонне развиваюсь. А, вот, я считаю, что счастливая мама – это счастливые дети, поэтому, да, приходится как-то и уделять время себе и на свои увлечения, чтобы дети это видели. И на моем примере тоже в будущем стремились к тому, к развитию, к постоянному развитию. А, вот, хотелось бы узнать, да, вот, принципы воспитания. Вот есть какие-то у вас такие золотые правила, да, в семье насчет воспитания? На самом деле я очень такая добрая мама, что ли. У нас нет каких-то прям таких жестких правил, там еще что-то. Я не контролирую своих детей, ну, в плане того, что они, если хотят что-то, они это делают. Они, если хотят куда-то ходить, они это делают. Они себя пробуют, потому что по себе знаю. Нас воспитывали совершенно по-другому. И поэтому хочется, чтобы мои дети, они попробовали себя во многом и нашли себя, чтобы в будущем уже правильно, опять же, распределяли свое будущее время, в правильном направлении шли, и у них все получилось в жизни. А чем они обрекаются? Какие они кружки посещают? Ну, сын у меня, он будущий футболист. Прямо очень хорошо у него все это получается. Дочка ходит в художественную школу. Элина у нас ходит в танцевальную студию «Калейдоскоп». Тоже хорошие результаты. Мы первый год только ходим. Ну, а малыши пока ищут себя. Пока ищут себя. Да. Ну, вот, был Новый год, да? Как вы его отметили? И как... Ну, когда много детей, он же Новый год, он сам по себе очень такой волшебный. Как вы провели его? В кругу семьи. Я считаю, что Новый год нужно проводить в кругу семьи. Это потому что самое важное, самое главное. Ну, а потом уже гости, друзья и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому весело, дружно. Когда много детей, действительно, там не нужно что-то особо придумывать. Весело и шумно получается само собой. А вы всегда планировали, чтобы у вас было много детей? Вот с мужем вы как-то вот это обсуждали? Нет, на самом деле не планировали, чтобы было прям много детей. А вообще я сама росла одна, грубо говоря. У нас с сестрой просто большой промежуток времени разница 10 лет. И поэтому, ну, все равно я была единственным ребенком, грубо говоря. Сестра тоже после меня была, можно сказать, единственным ребенком. Поэтому все удивляются, откуда у меня такое стремление быть многомамой. Но, может быть, мне это дается легко. Мне нравятся дети, мне нравится с ними общаться. Сам процесс мне очень тоже нравится. А от того по профессии? Может, вот у вас талант такого педагога? Я организатор, поэтому стараюсь организовывать и свое время, и время детей, и мероприятия организовывать, и домашнее пространство, уют создавать, очень нравится. Вот, то есть организатор от макушки. Да, ну, вот когда вы сказали, что вы организатором, у меня сразу пазл сложился, как вы все это успеваете. Да, ну, и вот если говорить о планировании, опять же, с детьми, мы, например, со старшими детьми каждый вечер ставим цели на будущий день. Три цели, которые необходимо выполнить, а уже вечером делаем анализ, какие цели получились, какие цели не получились. Ну, это могут быть элементарные цели, там, заработать две пятерки, не опоздать в школу, там, еще что-то, да, вот, начинать с малого, а потом уже у детей это будет понакатанной. Ну, мне кажется, это прямо вот надо сегодня вечером же повторить, да, у себя дома то, что три цели, мне кажется, это вот отличный пример вы подаете, да, своим. И вот вы замечаете то, что как это детей мотивирует? Как-то они вот изменились, как вы начали так делать? Ну, они как минимум начали именно планировать свой день и более ответственно относиться, наверное, к поставленным задачам. А Элина тоже себе ставит цели, да? Элина, ну, пока не так глобально, но, да, она присоединяется. Вообще, когда несколько детей, больше двух, так скажем, да, интересно сам процесс. Да, я вижу. Фотографии, да. А сколько лет, малыша? У них, по-моему, у всех такая маленькая разница, да, если вот смотреть на фотографии? Старшие дети погодки, 10-9 лет, а потом уже вот по два года разница между тремя. Три года, ну, два года. Ну, здорово. Ну, вот, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Хотела бы пожелать главное здоровье. Здоровье – это, наверное, самое главное, что у нас есть. Мы нужны нашим детям счастливыми и здоровыми. Хотела бы пожелать успехов, удачи в начинающем году, планировать, добиваться своих целей, своих задач поставленных, ну, и заниматься своим любимым делом. Наверное, это самое важное, тоже главное. Если ты занимаешься своим любимым делом, ты никогда не работаешь, и это правда. Да, это действительно так. А вот вы сказали, да, заниматься любимым делом. А как у вас происходил вот поиск любимого дела? Вот как вы поняли, что вы организатор? На самом деле все как-то само собой произошло. У меня вообще все в жизни само собой происходит, наверное, потому что я следую знаком. Как бы это, может быть, странно не звучало, но это правда. Я никогда не вела карту, не делала карту желаний. Но я почувствовала, что мне пора. И вот сейчас услышала, что Анастасия рассказала про цикл 12-летний, да. И вот как раз-таки 26 января мы всей семьей готовимся сделать каждой себе карту желаний. Да, мне кажется, вот всей семьей сделать, это вот как раз-таки вот очень сближает, да, и ставит семью вот как-то вот в общую такую, да. Ставить, когда ставите общую цель, это так очень организовывает. И, ну, у семьи появляются свои именно семейные цели, да. Ну вот, Ирина, большое вам спасибо. Я желаю вам в новом году успехов, да. Пусть ваши детки будут здоровы, пусть в вашей семье царит гармония и уют. А далее короткая реклама. Иногда для начала новой жизни необходима отличная мотивация. И сейчас я предлагаю посмотреть сюжет с подборкой отличных, вдохновляющих и мотивирующих фильмов. Для вдохновения иногда нужно посмотреть отличное кино, которое сможет смотивировать на новые начинания. Наш список открывает фильм «Невероятный мир глазами Энсо», который вышел в 2019 году. Пусть это история с налетом грусти, но она помогает взглянуть на свою жизнь с другого ракурса. Главный герой сталкивается с большими трудностями. Его лохматый друг всегда рядом и готов дать лапу даже в самые тяжелые времена. И вдохновить на новые свершения. Ведь иногда стоит рискнуть, а на это всегда нужна смелость. Следующий фильм изменил не одну жизнь. Знаю, что многие его уже смотрели, но он просто должен быть в нашем списке. Ведь это «Всегда говори да» с талантливейшим Джимом Кэрри. В главной роли. Если вы не знали, то фильм основан на биографической книге Дэнни Уоллеса, британского писателя, который провел шесть месяцев, отвечая только положительно на любые предложения. Да, так вся ваша жизнь может легко измениться за одну лишь секунду. Подумайте об этом. Нет. Нет. Ты вечно ищешь оправдания. Нет, значит нет. Когда ты в последний раз веселился? После праздников всегда возникает желание уменьшиться на несколько сантиметров. А где ж найти мотивацию? В 2018 году вышла очень смешная российская кинолента «Я худею». Актриса Александра Бортич на самом деле похудела на 20 килограммов во время съемок. Ей дали несколько месяцев и затем продолжили работу над фильмом. Роль хотели дать Ирине Горбачевой, но она не стала так экспериментировать со своей внешностью и сыграла подругу главной героини. Так что запасайтесь тазиком огурцов вместо бутербродов и смело включайте этот замечательный фильм. Приятного аппетита. Три утра, я завтракую еще. А, поняла. Иногда кажется, что жизнь стоит на повторе. Каждый день одно и то же. Дом, работа, дом. Если вам кажется, что нужно внести какие-то изменения, но не знаете какие, то посмотрите старый добрый фильм «День сурка». И тогда сразу станет ясно, что многие изменения зависят от нашего отношения к жизни. Все фильмы есть в свободном доступе в интернете. И картина «Заплати другому», конечно же, тоже. Обязательно посмотрите ее со своим ребенком. Она о том, как одна лишь идея может изменить целый мир и сделать настоящий круговорот добра. Со временем выхода фильма на экраны сотни учителей целых школ и университетов организовывали кампании «Заплати другому» среди учащихся и достигали ощутимых результатов. Хороших и полезных вам фильмов и приятного просмотра. В январе новая жизнь начинается не только у взрослых, но и у детей. Чем же их занять и увлечь, мы узнаем у нашей следующей гости. В январе Федотовой Миланы Егоровны, кандидата педагогических наук, заведующая кафедрой довузовское образование в ДОП, директора специализированного учебно-научного центра университетского лицея СФУ. Милана Егоровна, здравствуйте! С Новым годом вас! Вас также с новым замечательным годом! Вот я знаю, что вы прямо прибежали только что с конференции. Большое спасибо! Ну вот, как я сказала, то, что, да, чем же занять и увлечь детей, я бы хотела узнать, какие секции у вас есть? Ну, на самом-то деле, действительно, Новый год наступил, и так же, как и у всех, я думаю, у родителей возникают вопросы, да, что же в 2020 году, в новом году предложить нашим детям. И я хочу сказать о том, что со стороны Северо-Восточного федерального университета можно предложить разные не только подготовительные курсы, да, но и развивающие курсы и интересные мероприятия. Например, мы можем предложить для детей, начиная с 4 класса, школу, олимпиад, это на факультете довузовского образования и профориентации занятия проводятся, да, можем предложить, начиная от кружка шахмат, шашек, в Доме научной коллаборации нашего федерального университета, да, это то, что касается маленьких детей, да, то, что касается детей уже среднего возраста, то в Доме научной коллаборации уже есть достаточное количество направлений, по которым они могут заниматься. Например, мультипликация, да, можно будет записаться на живые полимеры, на занимательную физику, да, все, что связано с наукой и интересными, скажем так, научными экспериментами. То, что касается детей чуть постарше, то на факультете довузовского образования и профориентации сейчас как раз начнется набор на подготовительные курсы, но это уже для детей постарше, по подготовке к ОГИ, то есть основному экзамену для девятых классов, да, и для одиннадцатых классов по подготовке к единому государственному экзамену. На самом-то деле, кроме вот этих двух перечисленных подразделений в нашем университете, существует академия, например, Малая медицинская академия, да, Малая академия математики-информатики, да, на которые тоже можно записаться и по профильным направлениям заниматься. И сейчас, как вы правильно заметили, у нас идет конференция «Шаг в будущее», региональный этап, да, и как раз вот на этом региональном этапе получается, что выступают учащиеся, начиная, например, с седьмого класса, да, и которые занимались на кружках, на подготовительных курсах в рамках нашего университета. У вас только с четвертого класса, да, вот для маленьких детей пока вот... Для совсем маленьких детей, к сожалению, у нас таких больших вот мероприятий и занятий нет. Для начальных классов, вот, наверное, можем предложить только шашки и шахматы в Доме научной колонки. Да, и мне вот... У меня есть такая мечта маленькая, да, чтобы кто-то из моих детей обязательно стал врачом. Да, и мне вот очень интересно стало, когда вы сказали, что есть медицинская вот академия. Да, малая медицинская. Да, а туда как можно попасть? Со скольки лет? Малая медицинская академия, это вы можете зайти к нам на сайт, Северо-Восточный федеральный университет, написать малой медицинской академии и записаться по тем номерам, которые есть, да. И мы понимаем, что на самом-то деле, прежде чем мечта ваша была исполнена, нужно обязательно эту мечту примерить для вашего ребенка. Потому что, вот я вот продолжаю то, что я говорила, на самом-то деле, кроме образовательных курсов, да, в нашем университете есть и развивающие курсы, и, значит, можно еще пройти профориентационное тестирование, да, начиная прямо вот с 7-го, 8-го класса, чтобы понять, да, действительно ли ваша мечта подходит вашему ребенку, да. Вот, очень-очень радость. И на самом-то деле, да, поэтому давайте мы сперва дождемся, чтобы вот ребенок сам решил, и действительно, если это подходит по итогам беседы с профориентаторами, психологами, да, тогда, конечно, с удовольствием. На самом-то деле, когда мы говорим о профессиях, да, мы должны понимать, я вам как мама двоих детей, зная то, что у вас тоже есть вот замечательная дочка, хотела бы сказать о том, что в мире профессий существует очень много, тем более сейчас появляется очень много новых профессий, да, и прежде чем выдумывать за ребенка судьбу, давайте мы тоже вместе с ребенком посидим, подумаем, какие профессии есть, да, какие сильные стороны у ребенка есть, да, какие его личностные и какие характеристики развить, да, сперва вот это определим, а потом уже можно будет двигаться вперед. И в рамках профориентационных мероприятий можно записаться по телефону и пройти тестирование, и уже получить консультацию с профориентатором, да. Кроме этого, надо сказать о том, что традиционно у нас на факультете проводятся каникулярные курсы, но мы сейчас понимаем, что зимние каникулы уже на исходе, да, поэтому мы уже приглашаем на весенние каникулярные курсы. Это не только подготовка к ОГИ и ЕГИ, да, но у нас и частенько проводятся профориентационные каникулы, чтобы человек, ну, вот ребенок приехал, ознакомился, какие вообще современные профессии есть, узнал о себе и, значит, мог построить для себя траекторию для будущего развития. Надо сказать о том, что современные дети, они, конечно, немножко другие, да, и когда мы говорим о том, что мама, если хочет, чтобы ребенок был врачом, на самом-то деле ребенок может выбрать абсолютно другую профессию, но тоже связанную с медициной, например, медицинская физика. То есть мы должны понимать, что возможностей очень много, и самое главное дать нашим детям, чтобы увидели, какие возможности, и правильно в этом направлении их направлять. А можно тогда записаться в любое время, да, не обязательно, или в какие-то наборы именно происходят? Да, к сожалению, конечно, вот, когда, конечно, мы говорим, что у нас вот Новый год, новые курсы, да, вот сейчас у нас начинается запись на интенсив курсы, это вот курсы продолжительностью 3 месяца, да, вот идет запись, да, и в основном, конечно, на все стационарные курсы у нас запись идет с Нового года, но с Нового учебного года, да, поэтому у нас по многим направлениям идет продолжение, да, а по определенным направлениям можно будет заново записываться. В принципе, понимая то, что мы живем в мире цифровых технологий, да, если мы в поисковике набьем в доп.с.вфу, и наш факультет вы найдете, и можно будет посмотреть на какие курсы сейчас идет запись, да, и можно что делать записаться. Ну, вообще, конечно, я бы хотела сказать о том, что по поводу профессии, по поводу будущего надо задумываться не только вот с малолетства, да, но и очень часто бывает то, что дети как раз к 11 классу, особенно я вот обращаюсь к выпускникам этого 20-го года, да, чтобы они действительно хорошенечко подумали, вот те направления, которые они выбрали, да, это действительно их направление или это все-таки направление, которое диктует окружение, родные, там, друзья, и в любом случае человек будет востребованным, и он будет самореализован только в том случае, если это действительно его профессия, да. Например, вот я сегодня смотрела, я сегодня третий год смотрела, как вы вели замечательную передачу, и я понимаю, что, наверное, вы в детстве даже и не предполагали, что профессия у вас будет связана с телевидением или нет. Нет, я хотела быть учителем. Я вижу, что на самом-то деле вы выбрали профессию очень правильно. Да, большое спасибо. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы каждый родитель, ну, всегда думал не только о себе, но и о тех качествах, которые заложены в ребенке. Да, как здорово вы сказали. Большое спасибо вам за беседу. Я думаю, вы помогли очень многим родителям, да, вот такие дали ценные советы. Желаю вам в новом году всего самого хорошего, и пусть сознательных родителей, да, которые вот так внимательно относятся к выбору профессии у нас будет гораздо больше, и счастливых специалистов тоже будет гораздо больше. Это была телепередача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Будьте с нами в социальных сетях. С Новым годом! С Новым годом!